Четыре с лишним века назад службы МЧС не было и в помине. Это и не удивительно, поскольку тогда за Уралом только-только ставился первый русский город в Сибири, а основали его воеводы Сукин и Мясной. Кстати, повторить поход первопроходцев от Ивдели до Тюмени попытались современные любители и ценители истории. И вот что из этого вышло. В экспедиции на встречу Солнцу 14 участников. Все они из разных городов, а цель общая. Сами шили исторические костюмы, сами смастерили лодки самим и идти по следам покорителя Сибири. Навались. Вот. Вот. Короче, грибов. Кстати, лодки участники похода сделали по типу тех, на которых четыре с лишним века назад в наши края приплыли воевод Сукин и Мясной со стрельцами. И в 1586 году основали град Тюмень. Маршрут точно известен, потому что осталось описание этого похода. Он есть в Кунгурской летописи, в ряде других источников. Есть отчет самих участников о походе. То есть маршрут этот известный. Это Вишер-Лозинский путь. Это первый путь Сибирь. В прошлом году ребята прошли пешую часть маршрута. От Чердыня до Ивделя. А в этом на веслах еще 1300 километров. От Ивделя до Тюмени. Проблемы подкидывала не погода. А вот люди радовали. Например, рыбаки угощали рыбой. И вечером, пока сушили промокшую одежду, Александра, единственная в мужском походе девушка, варила ушицу. Кто-то же должен о них заботиться в этих суровых условиях. Их же нужно кормить, опекать. И что-то пропадут бедненькие. Кстати, в 16 веке из 300 стрельцов поход не осилили 50 человек. А наши стрельцы прибыли живо-здорово и в срок. Как раз в день основания Тюмени. С флагами и подзвон колоколов. Жаль, причалить к высокому берегу не удалось. Пришвартоваться там, где и их предшественники, помешала набережная. Зато прошлись стрельцы по пешеходному мосту во всей красе. Обмундирование и при настоящем реконструированном оружии. Среди участников похода было и несколько тюменцев. Ребята из колледжа водного транспорта, вот трое были, проявили себя как настоящие отважные моряки. Ну и Артемий Мефодиев, тоже самый младший наш участник нашей экспедиции, он тоже очень мужественно держался. Конечно, трудно было. Первые дни особенно. Неделя была трудная, а сейчас даже в охоточку интересно было. Несмотря на мозоли, в день современные стрельцы проходили по течению по 60 километров, а против в два раза меньше. Впрочем, случалось, что суда тащили и на Сибирь по суше, но о трудностях не жалеют. Нашим предкам было сложнее, ведь им по пути в Сибирь приходилось и в бой вступать. Наталья Жукова, Леонид Ализаревич, Алексей Красных, Сибинформбюро. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!